Да, во-первых, я хотел бы поблагодарить за возможность принять участие в этой, на самом деле, очень полезной и важной беседе. И поблагодарить Билону, с которой мы давно общаемся, и материалами, которые очень давно и пользуемся, которая является одной из наиболее профессиональных экологических организаций, которая когда-либо работала в России. Меня зовут Бережков Дмитрий, я итальмен. Там я проживал раньше на Камчатке. Итальмены — это коренной народ Камчатки. С начала 90-х годов, то есть уже достаточно давно, я был вовлечен в различные общественные движения коренных народов и занимался правозащитой, связанной с правами коренных народов. Долгое время я работал во Всероссийской ассоциации коренных малочисленных народов Севера и Сибири Дальнего Востока, РАЙПОН. Но буквально лет 10 назад, в 2011 году, я был вынужден переехать в Норвегию в связи с политическим преследованием. И сейчас проживаю в городе Тромсо, в Норвегии. Вот так сложилось. Также я работаю редактором сайта «Россия коренных народов», который продолжает писать о проблемах коренных народов России, о нарушениях прав коренных народов России. И после того, как началась война, российское вторжение в Украину, мы еще те люди, те представители коренных народов Севера, которые волею судеб, в основном это политические мигранты, которые оказались за рубежом. Мы организовали новую организацию, которая называется «Международный комитет коренных народов России». Это организация, которая в том числе занимается антивоенной повесткой и выступила против вторжения в Украину. Я до того, как перейти к экологическим проблемам, не могу не сказать о большой проблеме, которая связана с войной, которая в последнее время влияет активно на негативно на права коренных народов, но вообще на коренные народы. Это, конечно, то, что происходит набор добровольцев, мобилизация, насильственная мобилизация. В общем, любимыми путями представители коренных народов привлекаются к этой войне. И это огромные цифры, которые, конечно, не сопоставимы с официальными данными. Статистику очень трудно собирать. Но вот я могу привести такой пример по национальному селу в Хабаровском крае Гвасюги, где было призвано вроде бы небольшое число, 14 представителей коренных народов. Это Удыгейское село. Однако, если в целом считать, то это примерно 14% от мужского населения села. Село очень небольшое. И если считать тех, кто вообще возрастные на рамки подходит, то это 30% от тех, кто вообще могли призвать. Это, конечно, огромные несопоставимые цифры. Если говорить про Камчатку, я недавно узнал, у нас примерно 15 тысяч населения, но камчатские власти оказали помощь 250 семьям коренных малочисленных народов, которые были отправлены на войну. И в процентном отношении это, конечно, огромный удар. Вот я только что получил сообщение о том, что военный комиссар Якутии Авдонин сказал, что еженедельно нужно по 15 жителей от каждого района республики отправлять на войну. И можете себе представить, что вот если брать отдаленные районы, отдаленные улусы в Якутии и в других регионах, то там во многом набирают одни представители коренных народов. В том числе это связано, допустим, с тем, что при цели коренных народов являются безработными, а власти прямо откровенно говорят, что нам выгодно отправить безработных там по мобилизации, потому что это не так усиленно влияет на экономику нашего села, района. А как раз коренные народы, которые занимаются охотой, рыболовством, они очень многие стоят на бирже труда и фактически официально являются безработными, хотя живут своим традиционным образом жизни. По поводу войны и экологии, я хотел бы еще об одной большой проблеме сказать, с которой мы столкнулись в последнее время, вы уже в своем выступлении об этом говорили, об уходе или изгнании из России многочисленных правозащитных экологических организаций, независимых медиа, ВВФ, Гринпис, Билона были признаны нежелательными организациями, многочисленные другие правозащитные организации уехали. Многие мелкие, небольшие газеты, небольшие медиа в регионах, они теперь очень боятся говорить о каких-то проблемах или высказывать критику в отношении властей или крупного бизнеса. И это, конечно, крайне негативно отразилось на возможности коренных народов защищать свои права, любые права, но прежде всего, конечно, на чистую окружающую среду, потому что коренные малочисленные народы нашего севера, мы очень сильно взаимосвязаны с природой. То есть основная экономика коренных народов – это рыболовство, оленеводство, охота. Это те виды деятельности, которые прямо завязаны на природу и зависят от чистоты окружающей среды. Поэтому уход этих правозащитных экологических организаций сильно отразился. Я могу привести один из примеров. У нас достаточно давно был известен случай давления на хантыйское сообщество, на хантов Ханты-Мансийского автономного округа, когда нефтяные компании приходят и выбирают, отнимают у них землю, начинают нефтяные разработки. И во многом Ханты-Мансийский округ считается одним из наиболее благополучных экономически развитых и в социальном отношении развитых регионов страны. И многое зависит от того, что семьи коренных народов заключают какие-то соглашения, то есть это идет скупка мнений коренных народов, скупка их земель. И оказывается одновременно давление, одновременно покупается деньгами. Но есть случаи, когда коренные народы не соглашаются просто уйти со своей земли, отдать свои территории на нефтяную разработку. И один из таких случаев это Сергей Кечимов, это Ханты, старый уже довольно пожилой человек, который проживает недалеко от озера Имлор. Это священное для хантов озеро в Ханты-Мансийском округе. И он не согласился уйти со своей земли, он остался там. Вокруг него, просто сейчас, если по карте смотреть, вокруг его стойбища, все в инфраструктуре, хотя разработки начались не так давно, в 2012 году в этом районе. Все уже в дорогах, все в нефтепроводах, все в вышках. Он продолжает оставаться там, у него всех оленей уже задавили, на него возбуждали множество уголовных дел, потому что он спорил с компанией, не соглашался, на него оказывалось физическое давление и продолжает оказываться. Если раньше на это большое внимание уделяли такие медиа большие, и в том числе и российский, и зарубежный, Гринпис туда ездил, какие-то московские эксперты, то вот после начала войны сейчас над ним, прямо сейчас идет суд, но его дело уже практически не освещается, не поддается огласке. Правозащитные адвокаты просто даже, их, во-первых, нету, а во-вторых, те, кто есть, не могут до тут добраться. И это, конечно, вот очень негативно отражается. Это один из примеров, но таких примеров много по России. У нас, вот насколько я понимаю, Александр Никитин будет после меня выступать. Где-то года два или три назад, я уже не помню, мы встречались с ним и с другими коллегами онлайн, онлайн с представителями Чукотки, которые проживают в Билибинском районе Чукотки. Тетам сейчас хотят разрабатывать большое месторождение меди и песчанка, и для этого хотят строить порт на северном, в общем, в этом районе, в районе мыса Наглинын, на побережье Северного Ледовитого океана. Вот, на это там правительство России выделяет деньги, и там эту историю можно долго рассказывать. Например, этот порт будет считаться частью порта Певек, но одновременно это вообще, то есть совсем совершенно в другом районе, и к Певеку не будет иметь никакого отношения. Это будет порт, скорее всего, временный, то есть на время работы проекта, после этого это будут заброшенные такие порты, и как бы объекты есть по северу. Вот, и в этом, этот порт правительство, вот во главе там с Кириенко, который является негласным шефом Росатома, они надавили на компанию, на бизнес, это какой-то казахский бизнес, они надавили на эту компанию, чтобы построить там малые вот эти атомные плавучие станции, для того, чтобы снабжать проект электроэнергии. Это для нас довольно опасное вообще, мы считаем, что это опасный проект. Вот, и местная община выступила против, и мы провели онлайн-встречу для того, чтобы обсудить, какие у них есть возможности, как им оказать помощь. После этого к ним начали приходить ФСБ, начала администрация названивать Чукотского района, начали их запугивать, и вот после этого связь прервалась. Вот, в общем-то, таким образом оказывается давление на коренные народы. Если говорить про развитие бизнеса и про то, какие проекты сейчас вот угрожают и являются, ну, крайне негативно влияют, это, конечно, нефтяные такие проекты и новые проекты. Вот, если говорить про Восток Койл, то все говорят про Роснефть, но мы знаем, что там появился и Сургут нефтегаз, который, кстати, вот оказывает давление и криминализирует Сергея Кечима в Ханты-Мансийском округе. И вот буквально не так давно Сургут нефтегаз забрал, отсудил землю, которая уже давно была арендована общиной в этом районе, и просто отобрал у них землю. Это вот таким образом действуют компании. Ну, если коротко, я еще хотел бы сказать про так называемую... На самом деле, проектов действительно много. Новотек сейчас переходит на восточный беретопской губы и так далее, но я хотел бы остановиться на еще одном важном аспекте, который вы уже затрагивали по поводу перехода на зеленую экономику, так называемая добыча транзитных минералов. Конечно, мы считаем, что уход от нефтяной экономики и углеводородной экономики очень важен, но одновременно переход на вот эти зеленые рельсы, он несет за собой новые экологические риски. И самым таким негативным явлением является, конечно, повышение цен на металлы, на литий, на никель и другие металлы, которые требуются в зеленой экономике. И, соответственно, компания, это не только в России, по всему миру, становится выгодным разрабатывать какие-то отдаленные проекты, какие-то раньше, которые проекты были нерентабельными, и они все дальше и дальше уходят в земли коренных народов. Повышение цены – это, значит, новые разработки. А в России это еще накладывается на войну, на то, что в России ослабляются экологические стандарты, в России повышается себестоимость вот этих работ, и, соответственно, одной из наиболее пострадавших сторон является экологическая составляющая, экологическая экспертиза и так далее. И вот если говорить про пресловутую компанию «Норникель» и, кстати, «Росатом» тоже, мы видим, что они начинают разрабатывать новые месторождения, в том числе лития проект есть в Мурманской области, и уже заявляется о том, что оленеводство в этом районе будет прекращено, что оленеводы не смогут там пасти оленей. И это, конечно, новые угрозы, и мы их считаем крайне негативными. Последнее, что я хотел бы сказать еще о так называемых пропаганде и проправительственных организациях, то, что используют власти и промышленные компании для того, чтобы показать благополучие. Это тоже давняя российская традиция подкупа и оказания давления, но сейчас оно приобрело какие-то чудовищные масштабы. Может быть, вы знаете об ассоциации коренных народов, о Райпоне, который сейчас полностью вовлечен в эту пропаганду. На всех уровнях они поддержали войну, они поддерживают президента Путина, они там занимаются, говорят на всех правозащитных площадках ООН и так далее, о том, как Россия благополучно защищает права коренных народов, какая благополучная экологическая обстановка в России и так далее. Но вот если говорить про конкретный пример, не так давно компания Норникель объявила о том, что они вместе с ассоциацией, вместе с правительством, с Федеральным агентством по делам национальности и другими, они будут проводить свободную, этнологические так называемые экспертизы, то есть экспертиза не экологическая, а этнологическая, о влиянии на коренные народы, и проводить процедуру свободного предварительного осознанного согласия, то есть это международно признанная процедура, которая закреплена в декларации ООН о правах коренных народов, о том, что коренные народы перед тем, как начинается проект, дают свое согласие на него. И что эти процедуры компания Норникель будет реализовывать о свободном предварительном осознанном согласии на Таймыре, в Мурманской области. Они сейчас принимают новую политику в отношении коренных народов, в которую включают вот это свободное предварительное осознанное согласие. Но вот ярким примером свободное предварительное осознанное согласие – это процедура, которая вот по всему миру сейчас реализуется, и одним из ключевых ее составляющих является возможность дать коренным народам обсудить, подготовиться, принять какие-то внутренние меры, которые, в общем, чтобы проект согласовал реализацию этого проекта, компания согласовала реализацию проекта с коренной общиной, с общинами коренных народов. И одним из важнейших, конечно, составляющих является время, потому что коренные народы не являются экспертами, нет профессиональных знаний, особенно сейчас в России, где нет профессиональных независимых экологических организаций, где это очень осложнено. И должно быть достаточное время для того, чтобы обсудить эти проекты. И вот компания «Норникель» при принятии вот этой политики по свободному предварительному осознанному согласию по коренным народам, она проводит встречи с коренными народами, и дальше дает неделю для того, чтобы коренные народы прислали свои предложения по довольно объемному, внушительному документу, даже нескольким документам, но которые даже профессиональному эксперту, перед тем, как что-либо по ним написать, нужно прочитать и вникнуть. А для коренных народов это очень трудно. И вот это показывает все отношения, как эти компании работают с коренными народами. То есть заранее они договорились с ассоциацией коренных народов, которые они выплачивают просто деньги, и которые финансируются «Норникелем». И дальше согласовывают с ней же, с теми, с кого они финансируют, с ними же согласовывают какие-то процедуры и механизмы. Ну вот это, наверное, все. Хотя могу еще рассказать о других экологических проблемах. Вот есть такая экспедиция «Арктика-Восток-77». Это уже не относится к коренным народам, но они объявили о том, что это будет такая большая экспедиционная, самая большая, в общем, экспедиция в истории России по исследованию Арктики, что довольно забавно звучит. И они тоже вовлекаются в исследования коренных народов, в рассуждения про коренные народы. И просто вот последний пример, не такой давний. Их медиа, которыми они управляют, опубликовала статью о том, что вообще трудно с коренными народами иметь дело, потому что непонятно, кто из них коренной, кто кого представляет. Все коренные между собой как-то не так общаются и так далее. И привело пример о том, что на Таймыре одна ассоциация, которая финансировалась Нурникелем, критиковалась другой частью коренных народов. Поэтому кто их там разберет? И они привели пример о том, что во всем мире вообще трудно разобраться, кто такие коренные народы. И привели пример о том, что в Америке происходит процесс смены названий. Коренные народы протестуют против таких колониальных названий. И такая знаменитая футбольная команда Red Skin, то есть краснокожие, под давлением давней кампании коренных народов, изменила название на Washington Commanders. И они переводят, что вот там одни коренные выступили за старое название Red Skin, другие за новое название Washington Commanders против колониального прошлого. Однако не упомянули о том, что те, кто выступают за старое название Red Skin, это вообще не коренные народы, это организации, которые маскируются под коренные народы, которые финансируются самой вот этой футбольной командой, их спонсорами. То есть примерно та же ситуация, что и в России. Они попытались ее применить, что везде так, как в России. И на самом деле это не так. На самом деле в других странах общественное движение коренных народов, оно довольно сильное. А вот в России, к сожалению, сейчас в условиях войны они оказывают крайне негативное влияние на самоопределение и самоуправление коренных народов. Спасибо большое, Дмитрий. Много интересных подробностей услышали. Если в зале есть у кого-то вопросы, к Дмитрию есть. Можно задать. Пожалуйста. Дмитрий, вы нас слышите? Ну так, с трудом, да. Ксения, повторить вопрос. Я хотел спросить, это к экологии меньше отношений имеет по судьбе языков коренных народов. Знаете ли вы что-нибудь о том, как обстоит дело, ну например, с вашим термянским языком? Вопрос такой. Как обстоят дела с языками коренных народов, в том числе с вашим? Вы знаете, я только сегодня общался вот с нашими камчатскими, с моими камчатскими знакомыми, с коллегами, друзьями, с которыми давно. И мы вот выявили, что знать на Камчатке получается, ну нет, не во всем мире, еще есть один человек. Один человек говорит на Камчатке на итальменском языке. И это не итальмен. Это русский парень, который учил, изучал специально итальменский язык. И довольно забавно, как он учит итальменских бабушек говорить на итальменском. А вторая женщина, она японка. Она японская исследовательница. С языками огромная проблема. Я к стыду к своему не говорю на своем языке, но я вот себе поставил очень большой целью все-таки хотя бы каким-то основам научиться. умирают языки. Последний представитель алиутского языка, который говорил на алиутском, на Камандорах, он тоже умер, наверное, или в этом году, или в прошлом году, вот не так давно. На итальменском говорит вот один человек, на других языках тоже огромные проблемы. Есть, конечно, в более лучшем состоянии находятся языки. И прежде всего связано это с лучшим ситуацией у тех народов, которые ведут более традиционный образ жизни, менее урбанизированный. В основном это кочевые народы. Вот у немцев неплохо язык сохранился на Ямале. Наверное, это один из самых лучших. У эвенков, я знаю, они говорят очень много. У эвенов, то есть у тех народов, которые вовлечены прежде всего в оленеводство. У всех остальных огромные большие проблемы. Спасибо. Я могу еще, конечно, порассуждать про то, какова государственная политика в этом плане. Ну, вы знаете, что Путин где-то лет пять назад создал какой-то фонд поддержки языков коренных народов. Потом-то нафчили коррупционные скандалы. Фонд разогнали, председателя посадили. Потом вот буквально недавно в сентябре проходил Восточный экономический форум во Владивостоке. И там девушка выступала от федерального агентства, от, ну, в общем, глава Московского Дома национальности. Она говорит, русский язык это наш духовный скреп. И повторила несколько раз духовный скреп. Вот. Но мы еще занимаемся коренными малочисленными народами. И потом мы решили, ну, как будем сохранять языки коренных народов. И вот самое такое, наверное, большое предложение было организовывать фестивали, проводить больше концертов, ехать на Донбасс с концертами. И так будем сохранять. Спасибо.